Шалом, добрый вечер. Отвечаем на ваши вопросы на нашем портале. Подскажите, пожалуйста, существует ли в наши дни какая-нибудь еврейская мессианская община, ведущая свою историю от первоапостольской церкви? Вы уже немного коснулись этого темы первой общины, состояли только из деревьев, но хотелось поконкретнее. Устала слышать православных, что они истинные, а все остальные раскольники. Вопрос задает Алена. Алена, мы готовы ответить на ваш вопрос. Что вам сказать? Все еврейские мессианские общины ведут свою историю от первоапостольской церкви, от первоапостольской общины. И на самом деле она действительно состояла практически из одних евреев, и Слово Божье, как написано, вышло из Ярушалаема и распространилось по всей земле. И то, что православная церковь говорит, что они на самом деле единственные и истинные, основываясь на своем учении правоприемственности, о том, что первые апостолы рукоположили своих учеников, ученики учеников. И таким образом истинное служение, истинная истина распространилась только на учения этой церкви. Но это, как бы, мягко говоря, не совсем соответствует истине. Поэтому, естественно, мы не найдем мессианских общин, которые зародились тогда и с того времени никуда не сдвигались и находились на одном месте. И вот из этого мы можем как бы определить, что вот это истинно первоапостольская мессианская община, которая ведет свою историю и корнями находится в том времени. Мы такой общины не найдем, во-первых, по элементарной причине, потому что евреи были рассеяны из Иерусалима, из Израиля, и было запрещено жить в Айрес Израиля и евреями. И наш народ был рассеян по всему лицу земли. Но мы сейчас видим, что Бог совершает свои чудеса, и Израиль восстанавливается. Израиль восстановился физически и восстанавливается духовно. И еврейские мессианские общины – это как раз и есть исполнение того пророчества и тех пророчеств, которые говорились о том времени. А на мой взгляд, как мы можем определить, ведет ли свою историю община вот тех первоапостольских общин, если мы рассмотрим, что в том ключе, насколько наша жизнь, наше служение, наше, можно так сказать, богословие соответствует тем первоапостольским общинам, тем первоапостольским церквям. И мы сегодня видим, что на самом деле еврейские мессианские общины, они открыты для того, чтобы восстановить и раскрыть полноту Божьего Слова. И здесь, во-первых, говорится о спасении евреев, что Бог не отверг свой народ, и что Израиль все еще остается в Божьем плане, и мало того, сыграет ключевую роль в это последнее время в этом восстановлении, в этом спасении, распространении этого спасения по всему миру и восстановлении в единстве тела Машеха, тела Христа. Поэтому как-то найти какие-то документы, какие-то архивы, что именно вот эта вот община, и она ведет, ведет, ведет свою историю вот так вот, и очень четко прослеживается линия. Я думаю, мы не можем найти вряд ли в любой церкви, любой конфессии или любой динаминации, да, но тем не менее мы видим, что вот мессианские общины этого времени, они очень похожи на мессианские общины того времени, и мы стараемся жить по Слову Божьему, проповедовать полноту Слова Божьего, и на этом основываясь, мы можем сказать, что наши общины, и не только наши общины, и многие другие хорошие церкви, они также берут и ведут свою историю от тех первоапостольских церквей и общин. И если, конечно, кто-то утверждает, что только он правильный, и только он знает путь, и только он знает дорогу, а все остальные не попадут туда, куда он идет, ну, над этим можно поставить только большой-большой знак вопроса. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, если наш портал иешуа.орг является благословением для вас, вы можете своими пожертвованиями принять участие в развитии этого служения. Наши реквизиты находятся на странице «Помощь» сайту. Мы благодарим вас за поддержку, и пусть Всевышний благословит вас!